Работу при конструкции дорожного полотна освещала, наверное, каждая СМИ в городе. А вот под мост не заглядывал никто. Так что же здесь происходит? Давайте выясним. Как говорят эксперты, узнать прочность моста визуально можно, взглянув на его опоры. Это большие бетонные колонны, которые выдерживают весь вес. А нагрузка на них падает колоссальная. Мост на Солочью закончили строить в 1972 году. Строительство заняло 4 года. И с тех пор этот путь является важной городской артерией. О дальнейших работах на мосту неизвестно. Из сообщений в средствах массовой информации стало понятно, что к 2006 году трещины на опорах стало видно невооруженным глазом. А из бетона уже виднелись куски арматуры. Поэтому вскоре начался ремонт. Действительно, в 2009-2010 году проводились ремонты на этом мосту. Но они проводились именно на несущих конструкциях. На самих несущих балках. Мы их также ремонтировали, укрепляли. Ремонтировали то, что там оголенная арматура уже была. С тех пор прошло несколько лет. Время взяло свое. Местами заметны трещины. Правда, эксперт поспешил успокоить. Защитный слой не отвалился. То есть нет ржавления конструкций арматурных. Те, которые... Как каркасов. Арматурных каркасов. Это уже финишная обработка. Здесь идет протекание. Либо здесь, исходя из этого, где-то, скорее всего, желоб, в который вода бежит. Обыкновенное намокание бетона. То есть в данный момент здесь ничего страшного нет. Вадим Кизелев судил о состоянии моста по фотографиям со съемок. Для того, чтобы вынести лучшее решение, нужна лабораторная экспертиза неразрушимым способом. Второй важный аспект – сами опоры. У нас нету рыжих пятен. Рыжие пятна образуются в связи с тем, что отскакивает, отваливается, отскакивает защитный слой. Это как минимум 5 сантиметров до арматурного каркаса. Здесь у нас защитный слой не отвалился. Ржавых пятен не видно. И даже не видно намокание. Поэтому в данный момент вот эта вот колонна, по крайней мере, вот эта, никаких опасений не вызывает. Конечно, все эти суждения выносятся без экспертизы. По словам специалистов, за мостом должны постоянно следить. Люди, которые делают обходы, обращают внимание на трещины и намокания. На опорах они начнут идти именно с углов. Это и будет первым звонком. Тогда работы по реставрации необходимо начать как можно быстрее. И, что примечательно, на движение по самому мосту. Они никак не повлияют. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.